Библейский портал экзегет.ру представляет Седьмая глава Иова. Мы читаем ее для библейского портала экзегет. Я читаю свой перевод с небольшими комментариями. А в шестой главе Иов переходит к резким упрекам своим друзьям. Он выслушал речь Элефазы, ему очень не понравилось. И он говорит, смотрите, я страдаю, а вы отделываете общими фразами, и вы фактически меня предали. Такой, ну, жестокий упрек, я сказал бы. А в седьмой главе, это продолжение его той же ответной речи Элефазу, он переходит к упрекам уже в адрес Бога. Удел человека на земле труд подневольный, и дни его, что дни паденщика. Он как раб вздыхает о тени, как паденщик мечтает о платье. Смотрите, Элефаз говорил что-то очень похожее, что человек на земле слаб и подвержен страданиям. Но Элефаз об этом говорил как бы о некоем факте со стороны, а Иов говорит изнутри этого состояния. Паденщик, человек, который нанялся на тяжелую работу за скудную оплату, и вот он там мечтает о своей копеечке, да, вот в этот жаркий день, когда он там таскает что-то очень тяжелое, надрывается его, думает, ну, хоть бы перерывчик небольшой, но в конце хоть заплатит что-нибудь, да. И вот это его жизнь, очень такая понятная, тяжелая, вызывающая сочувствие. Так и мне достались месяцы пустые, моя доля мучительные ночи, едва лягу жду, когда же вставать, но все тянется ночи, до зари нет мне покоя. Покрылось червями мое тело, одежда мне корка грязи, короста и слезает с меня кожа, мелькают дни мои, как челнок ткача, подходит к концу и рвется нить надежды, да, вот такой красивый образ, челнок, то есть та часть ткацкого станка, которая туда-сюда, и нить-то рвется. И вот здесь он плачет, но уже как бы не перед друзьями, уже к кому-то другому он обращается. Подумай, жизнь моя, дуновение ветра, и счастья мне больше не видать, не найдет меня тот, кто видит на ине, глянь, а меня уже нет. Облако уплывает и тает, и кто сошел в Шиол, не вернется, в дом свой уже не возвратится, на родине его больше не увидят. Шиол — это мир мертвых, то есть тот, кто умер, все, его больше нет, все закрывается, все обнуляется. И кому же он это все говорит? Друзья-то вряд ли могут изменить вот эту картину мира, которая столь печально, сошедшая в Шиол, в мир мертвых уже не вернется. Потому я сдерживать слов не стану, расскажу, как стеснен мой дух, поведаю, как душе моей горько. И дальше он начинает обращаться уже напрямую. Что я, море или чудище морское, что ты стражу надо мной поставил? Море вообще в мифологии древнего Ближнего Востока — это очень часто враждебная стихия, в которой какие-то к тому же чудища живут. И вот божественный мир, он ставит стражу, границы этому морю, и он обращается, видимо, уже к Богу, потому что к кому еще? Почему ты со мной как с морем? Почему ты меня как потоп какой-то вот ограждаешь, сдерживаешь? Я подумаю, сон меня утешит, на постели мои жалобы прервутся, но ты меня и во сне ужасаешь, видениями в трепет приводишь. Уж точно не Элифас. Это явно к Богу. То есть, как бы упрекнув друзей, что они недостаточно щутки в предыдущей главе, он настоящие упреки обращает все-таки к Богу. Почему так много страдания в моей жизни? Почему мне так больно? И почему это все настолько бессмысленно и незаслуженно? «Лучше бы прервалось мое дыхание, лучше смерть, чем такое тело. Постыла мне жизнь, но она не вечна. Оставь меня, дни мои дуновения ветра». То есть, ну, вот все пролетает, все очень недолго, и зачем же ты так вот, зачем же ты так со мной? И дальше очень резкие ироничные слова, которые в псалтире звучат, но там они звучат как «хвала Богу, благодарность Ему», а здесь как упрек. «За что же человеку честь такая? Ты обратил на него внимание. Зачем приходишь ты к нему по утрам, испытываешь его то и дело? Отчего ты не оставишь меня в покое, не отпустишь, нам их не дашь дух перевести?» То есть, Иоанн жалуется не столько на богооставленность, сколько на некоторое вот такое мучение со стороны Бога. Он говорит, это ты, ты, ты в моей жизни, почему ты меня все время мучаешь? Лучше бы ты забыл вообще обо мне. Праведник, который не хочет хулить с Бога, ругается с Ним, ругается и говорит, оставь меня в покое уже, не придирайся ко мне, отвяжись, не могу, не терплю. Зато честно, вот нет этого слащавого, немножко как у Элефазы, да, слащавого такого, все хорошо, все правильно, Бог, он всесилен, всемогущ, человек слаб, человек страдает, грешнику плохо, праведнику хорошо. Вот этот набор, такой благочестивый шум, а здесь крик боли. И крик боли очень личный. Господи, мне же больно, что ж ты со мной делаешь? Может быть, именно это и ценно в его словах. И дальше он возвращается к этой теме греха. Он у нас абсолютный праведник, но мало ли, может, не заметил, я согрешил, но что я мог сделать тебе надзирательным людьми? Зачем ты целишься в меня? Почему я стал тебе в тягость? Почему ты не простишь мой проступок? Что же ты вины с меня не снимешь? То есть он понимает, что может быть, какой-то грех он пропустил, забыл, не заметил, не понял. Но и что? Вот если я совершил какой-то грех, которого я не осознаю за собой, меня надо в порошок стирать? Это я тебя до такой степени этим грехом досадил? Неужели? Знаете, это больше всего напоминает ссору влюбленных, которые ссорятся именно потому, что они очень дороги друг другу. И поэтому малейшее невнимание, малейшая какая-то неделикатность ранит, очень сильно ранит. Вот Иов так ссорится с Богом. Почему ты не простишь мой поступок? Что же ты вины с меня не снимешь? Я же думал, что я тебе очень дорог. Оказывается, нет. Лежать бы мне сейчас в земле, и тогда не сыскал бы ты меня. Вот даже эта фраза, и тогда не сыскал бы ты меня. Такая вот действительно фраза обиженного влюбленного, которая говорит, вот я лучше пойду туда, где я тебя никогда не увижу, где ты меня никогда не сыщешь, потому что мне с тобой очень мучительно. Но давайте обратим внимание, что Элифас говорит, вот мир устроен так и так, и так, и так. А Иов кричит, Господи, ты меня мучаешь за что, почему, прекрати это делать, я так больше не могу. Один говорит о Боге в третьем лице, или даже не один, а все трое друзей. А Иов во втором. Ну, в восьмой главе еще один друг выступит на сцену со своей первой речью. Субтитры создавал DimaTorzok